Медикаменты 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 А педиатрических вызовов очень много. Были случаи, когда бригада состоялась в одного фельдшера. Я лично так несколько раз выезжал. Я вам так скажу, очень страшно. Но вот сейчас этого нет запретения. Я очень с этим согласен. Есть случаи нападения на бригад. Бьют не только медперсонал, бьют и технику, бьют и машины. Вот буквально 27 февраля молодой наш фельдшер выехал на вызов, где 19-летний пьяный парень порезал себе вены. И после оказания первой медицинской помощи этот парень с плаками накинулся на фельдшера. Шлось бригаду вывести из строя. В июле прошлого года был вызов, якобы я кардиобольному ночью, 2 часа ночи. То есть этот вызов к дальнейшему оказалась пьяная дама, 48 лет, вызвала скорую помощь не к себе, а к своей собачке. Но вы же врачи, посмотрите, пожалуйста. Конечно, было затрачено время на это, а кто-то где-то действительно ждал экстренной помощи. Брошены одинокие пенсионеры. Как правило, на вызовах просят вернуть лампочку, подвинуться на те предмет, которых они долго ищут. Ну, в результате мы решаем как бы социальные проблемы. Мы и лечим-то их добрым словом, как говорят в том моменте. Наши специфики – это обслуживать уличных пьяных людей, в том числе и бомжей. Каждый седьмой-восьмой выставок. Мы лежат везде, в ротварах, на остановках, в газонах. И вот зимой, чтобы не было переохлаждения, обморожения или где-то теплоударно, приходится, конечно, вразить. А иногда бывает, что ночью, в 2-3 часа ночи вызывают просто для консультации, что лучше выпить, делать лучше в больнице, какой-то хороший врач. Опять же, знаете, затрачивается время, да, а кто-то где-то ждет.